всем привет мы продолжаем играть американ тракт симулятор прошлой части добрались до интересного города который называется стерлинг чем он интересен а тем что он почти на краю нашего штата нашего нового штата и я взял еще один груз приехал забрал трактор и мы сейчас этот трактор повезем с вами через несколько новых городов что по-моему тоже довольно интересно вот а потом оттуда уже разберемся куда ехать плюс ко всему же днем я хочу воспользоваться такой интересной функцией как онлайн заказ и посмотреть что там у нас по гаражам что там у нас по грузовикам в общем немножко так знаете провести финансовую инспекцию нашего нашей фирмы гаража и грузовиков и наших водителей потому что давненько мы там уже не были не заглядывали и все может быть может быть там какие-то злоупотребления уйдя конечно не думаю что такое возможно но лучше проверить лучше перепроверить чем потом кусать полки вот короче говоря едем везем трактор вот такой вот дорога у нас по моему не очень длинная 350 миль всего я думаю что мы должны успеть за день это все сделать и собственно потом уже посмотрим что да как это дальше будет планировать я бы конечно хотел бы поездить по новым для себя штатам вот это и интересно и познавательно и полезно вот если все пойдет так как по плану как мы с вами рассчитываем то так оно наверное и будет вот и сразу хотел бы поблагодарить тех кто поставил лайки за прошлое видео оно у нас оказалось довольно длинным почти 50 минут и есть кое-какие люди которые даже знаете выдержали эти 50 минут и все посмотрели здорово респект вам так ну и я надеюсь опять таки что сегодняшнее видео не будет таким длинным потому что испытывать ваше терпение каждый раз мне не хотелось бы то и честно говоря себе тоже самое и получасовые по-моему это самое-то самая устрейт говорят смотри сколько полиции туда что-то случилось наверное уже вот второй автомобиль это полицейский точно чтобы случилось да но среди ночи во время дождя все правильно по нашему это явно чувствуется наше влияние у нас же дорожники даже самая как только ночь как только снег или дождь идут ремонтировать дорогу потому что денег больше дают во время хорошей погоды никто и дорогу не ремонтирует потому что денег меньше за это дают вот так вот непродуманное законодательство база там правил или что-то вот так вот она все и действует через одно место так вот у нас там город будет впереди вот там в комментариях мне говорят о чем ты пользуешься английским джи пьесом а чё-то не поставишь на да тут же все понятно ну по моему даже бобру ясно turn left turn right get ready ну что тут проще по моему проще ничего быть не может это раз во вторых как вы хотите учить английский язык если его нигде не ставить даже элементарщина как вы его выучите или вы думаете что английский вам никогда не понадобится лучше это знаете знание они за плечами не носить и они на плечи не давят никто не знает что случится в дальнейшем и где какие знания вам понадобятся хотя бы начать с элементарного по моему можно это не напрягает абсолютно здесь нету каких-то больших текстов вообще все просто 10 фраз или я не прав напишите что я не прав я чего-то не понимаю так прошлый раз опять-таки мы с вами ехали везли это внешнее задание поэтому там было ограничение 65 миль я совершенно об этом забыл спасибо вам что вы напомнили мне в комментариях об этом теперь же у нас задание абсолютно не внешне абсолютно какое хотим то и взяли и ограничений никаких на скоростной режиме то есть всего 75 могу 75 самое главное чтобы трак выгодил это все то что мы хотим ну и не перевернуться где-нибудь на повороте а то что эти внешние задания они интересные они бонусные но к сожалению их нужно выполнять за один присест а это полтора часа езды реального времени если аккуратно вести конечно если вести так как вы-то мне говорите что да я там лечу максимально утопляю стрелку да там пару-тройку раз за этот за рейс врезался где-то груз потерял там еще что-то а это все фигня за повесь весело то она конечно весело мы будем очень долго тогда раскачивать нашу фирму если будем грузы терять штрафы платить ремонтировать грузовик и скорость это не значит качество поэтому да будет какой-то компромисс вот скорости 75 хорошо будем давить 75 что-то непонятное куда-то съезд а нет это не съезд это все в порядке это здесь разнесли дорогу до до другой сюда выключить можно уже выключить я и забыл только мельтешение перед глазами немножко напомнило что дождь там же закончился все можно чище стекло уже не будет так в принципе мы даже можем попытаться обогнать вот этих вот парней которые едва болзут но тут у нас рядом город особо уже не разбудишься я сюда ехал ночью быстро как-то поехалось особо скоростной режим там не соблюдал но дело когда ты без груза ездишь и другое дело когда у тебя трактор сзади висит телепается на выгоди куда-нибудь занесет какая смотрите капец звездная ночь офигеть красота вообще черная все черное небо я немножко буквально взремнул перед тем как взять этот груз чуть-чуть ага а вот тут с трактором вот нам нужно да хорошо ты мужик странный вообще ехал ехал стал или он тоже решил взвеситься или он тоже решил взвеситься или он тоже решил взвеситься да я понял что нужно остановиться все встали ага ага хорошо говорят ваш транспортный ваш транспорт не в лучшем состоянии ну какой есть заедем обязательно как-то как-то поремонтируемся так возвращаемся назад в кабину хорошо что сегодня день посмотрим кстати опять помните там мы говорили о том что это типа атомная электростанция какая-то да? кто его знает может и она если бы так и не скажешь guess food exit нам не надо я уже перекусил бутерброд достал термос у меня с собой чаек там заварен бутерброда вообще на дело дома и теперь могу целую неделю ездить не заезжать никуда не тратить зря деньги и время самое главное так а может быть мы город и проедем насквозь сомнительно по моему все таки нет я там смотрел на карте была возможность не проезжать это город объехать но тогда в полтора раза будет дольше езда а это все таки время тоже все время солнце встает праздник идет какой праздник да новый день это праздник разве это не праздник если вы проснулись с утра и у вас ничего не болит то вы или умерли или молоды еще очень сильно но в любом случае каждый новый день это праздник разве нет так что-то как-то ползут прям уже желчи и или перестраиваться но немножко ускоряться не стекло везет смотрите понятно понятно не 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 а 65 мы и так 65 едем не не что быстрее вот грузовик вроде бы как прокачан ну заедем обязательно заедем на техническую станцию потому что и поремонтировать и нужно и колеса нужно поменять вот и возможно возможно прокачать движок еще если недопрокачан наконец это ты вовремя сказал значит я поехал бы непонятно непонятно оттормаживаем потихоньку двигателем нет никому все все окей едем Денвер мы уже в Денвер приехали да ладно я думал что погодите мы получается что объехали этот как его стерлинг получается что да да конечно же конечно вот мы же заезжали в него да вот я отсюда выезжал и поэтому у меня отложилось да да ты что какой то ну давайте пускай будет что за вныкаючем месте вот хорошо Денвер колорадо спрингс и вот оно наше место я думал мы только к стерлингу подъехали видите вот кусок дороги а мы уже пролетели буквально вот что значит хорошая дорога класс это мне нравится но Денвер это конечно же не спрингс смотрите деловой район деловой город трайв мэйс 50 5 hungry, конечно, хоть я бутерброды съел, но я еще hungry и не отказался бы от бигмака какого-нибудь свеженького. Я понимаю, что это нездоровая пища, но вкусно же. Реально вкусно. Кстати, вот напишите, а вы любите бигмаки или считаете, что это все нездоровая пища и не стоит рисковать здоровьем. Лучше бутылку водки выпить. Полезный, который радиацию выводит и пачку сигарет выкурить в день, которая тоже выводит радиацию или яды из организма. Сколько всего интересного, как на предупреждении. буквально на одном из стримов мне говорили, что я не буду говорить, что именно не полезно, но радиация. Типа вот мобильная связь, технологии мобильной связи последнего поколения, которое внедряется сейчас в мире радиацию распространяют. Я знал и знаю, в общем-то, что люди верят всякой ереси и ерунде, чтобы у меня на канале приходили вроде бы как люди умные на канале. Наверное, случайно занесло кого-то. И если вы вдруг сомневаетесь в том, что да, это такое вот, говорят, бабушка Тоня сказала там, или сосед, слесарь-сантехник третьего разряда сказал, что там где-то он слышал, то я вот вам из, так сказать, из первых уст расскажу, что у нас на факультете был предмет. Радиорелейные станции, там что-то еще с чем-то. Я уже забыл, как там давно дело было. Суть в том, что стоял не макет, а настоящий радиопередатчик в лаборатории. Мы на этом радиопередатчике пробовали, пытались там что-то делать, организовать, обслуживать, его там ремонтировать и так далее. Вот радиопередатчик 25 киловатт, работающий. Реально выведен 25 киловатт. И когда его включали, то рядом лежала на столе, лежала лампа дневного освещения, не подключена, она загоралась, она начинала светиться. 25 киловатт энергии. И ничего, все живы, и преподаватель, который неоднократно включал, это все, он тоже дожил там до 80 лет, он уже умер, конечно же. Уже тогда был старенький 70 с чем-то. Но 25 киловатт, это в миллионы раз больше, чем те миливатты, которые излучают станции мобильной связи. В миллионы раз больше. Послушайте вот то, что я вам говорю, и все. И больше никогда не слушайте всяких этих непонятных экспертов, так скажем. Так что облучение в миллион раз больше, чем мобильный телефон. И что теперь? Я не понял. Странно. Так, ну это, конечно, интересно. И это все классно. Авария на дороге. Ну а мне-то что с этого? Как я проеду теперь? Капец. Я фиг проеду. Давайте пробовать протиснуться. Где там что ударилось? Зеркало разве что? Зато мы короли трассы. Никого нету. Можно ехать. До первого съезда или выезда. Да, зеркало, скорее всего, зацепило. А вот смотрите, а как он появился перед нами? Пожик тут. Еще один, еще двое, трое появились. Смотрите, да? Да. В общем, вывод какой? Сменьше слушайте всякой ерунды. Больше читайте. И тогда вас будет непросто обмануть. Отказание. Отказание. Хорошо. Отказание. Отказание. Я не против. вот и походу мы еще успеваем сегодня смотрите в гаражик заехать в ремонтную мастерскую немножко подремонтироваться после всех этих передряг это хорошо спасибо за хорошее видение я сейчас чикну наверное трактор еще все нормально, заехали дивный какой-то заезд ну теперь то мы успели теперь то мы никаких штрафов не получили так и давайте заедем все-таки в ремонт и так же гараж посмотрим наш собственный гараж такой звук как вроде бы на спущенных едет так так нам нужно нам нужно сейчас свернуть налево еще один брателло и попасть на вот эту стоянку-не стоянку, чтобы это не было что бы это не было, мы туда попадем да, вот оно как-то что там заезд есть должен быть, да, судя по всем это какой-то отстойник прям для в хорошем смысле слова для грузовиков тотальная площадка смотрите первый раз такое на такое попадает реально первый раз тут тебе и ремонт, тут тебе и заправка и развлечения и все что хочешь вот сюда посмотрим насколько мы тут влетели так выключаемся давайте посмотрим сервис ну да колеса вот колеса в основном у нас ремонт все отремонтировали вот давайте также посмотрим может быть мы что-то можем улучшить да может мы двигло сможем да двигло мы сможем 450 455 500 500 но тут крутящий момент больше, да 510 что еще есть 600 давайте 600 поставим, да крутой же а это тут уже 18 уровень и это будет последний движок а у нас 17 да вот смотрите тяжелый мы будем вот как подъемы мы будем максимально вообще есть ну что тут пощелкать если но это лучше да но смотрите обыкновенный груз груз хуже будет почему что с ним не так 2800 1200 оборотов странно о самый лучший вот этот тот который у нас есть смотрите для обыкновенных грузов я вообще не понимаю как это 600 а для этого груза да какой-то бред 50 50 51 ну давайте ставить так и еще я что-то хотел посмотреть хотел и посмотреть может быть что-то с внешним видом связано с шасси так так тоже да можем улучшить тяжелые грузы лучше сможем возить а тут вообще непонятно то есть тут вообще никакой смысла нету до менять смотрите вот самый лучший ставить все то же самое вот тут только для тяжелых грузов но тяжелый мы практически не возим пока что поэтому тут и смотреть особо не на что так по трансмиссии у нас уже лучшая интерьер у нас ореховый самый кайфовый который может быть тут у нас наставлено всего чего только можно наставить мы уже это все поставили ну и внутри аксессуары какие-то тут да табличка второго водителя передние зеркала это все есть это все есть по моему декорация у меня каких-то особых нету что это такое фильтры у нас самые лучшие стоят в общем все самое лучшее бензопила зачем игрушечная бензопила типа вы со мной не шутите да я я вас бензопилой попиляю да ну она будет телепация так капец нет не хочу поверненные детали так а что значит поверненные детали но мы это уже заплатили все так и я также хотел раз уж мы приехали отдыхаем тут балдеем вот я хотел знаете что сделать скриншотик да я хотел посмотреть по нашей по нашему гаражу по наших по нашему персоналу немножко вот у нас малый гараж три водителя три грузовичка вот девушка какая-то ездит отдыхает этот в рейсе давно от них ничего не было слышно но вроде как работает на простейших всяких ездят автомобилях модернизировать мы можем его да улучшить и тогда еще докупить сюда ну давайте кстати движок я так и не взял да получается может это и к лучшему теперь у нас будет больший гараж больше автомобилей влезет и может быть даже на автомобиль хватит денег на еще один а потом потихоньку прокачаем вот я знаю что новый гараж купить дешевле чем прокачать тот который у нас есть но у нас он один пока что но его ж нужно как-то развивать смотрите вот достроили видите второй этаж появился столько места теперь здесь дед захар просто в восторге говорит да ну тут теперь конем можно гулять это у нас уже настоящее предприятие а не какая-то заходовая конторка там фиговая я уж думал глюкануло так хорошо и грузовички что-то как то нет мы все-таки новый поставили 600 коней у нас было больше денег что ли ладно автосалоны хотел еще глянуть давайте ооо тут сколько смотрите не открытых автосалонов и этого нет есть один флаг став а ну давайте посмотрим двигатель автосалон онлайн можно можно и онлайн интернешнл лон стар хай райс слепер прикольные кстати да нужно будет попробовать 119 119 тысяч ну еще немножко под заработаем и сможем приобрести вот какой-нибудь из этих собственно все равно так хорошо а что это такое двадцать пятый уровень ну тут тоже вот да вот восемнадцатый уровень у нас все упирается в восемнадцатый уровень так хорошо давайте петербилд глянем что тут новенького есть что-нибудь по петербилдам ну вот этот вот занятный да стендап слитер тоже дорого все все дорого куда ни прюни везде все дорого кенвар тоже раз уже такая жара пошла давайте посмотрим тоже ну вот такой по-моему мы на таком катались ну вот такой по-моему мы на таком катались мидру в слипер у нас сейчас вот такой вот в 900 по-моему да тут много разных моделей вот но мне понравился вот этот интересный такой видок таких у нас не было новый автомобиль классно попробовать нужно какой-нибудь вот такой да с этой с кабиной или потом прокачать сто двадцать тысяч короче говоря сто двадцать тысяч нам нужно еще двадцать тысяч заработать и будет у нас все так как надо ну что друзья спасибо вам за то что смотрели не забывайте ставить лайк этому видео тогда и будет больше больше лайков больше видео и пять тысяч просмотров желательно хотя бы на одном видео чтобы можно было продолжать дальше вот всем спасибо всем пока до следующих встреч